А вот и драфтики подъехали. И Мершин на бесте, на четверке. То есть вот это очень классное такое использование. И опять же мы видим, что ферст бан Даззл. Просто без шансов. Против Гамбита в этом... И Медузу. Против Гамбита в этом такой бан очень правильный, потому что Даззл у них на несколько ролей будет использоваться, и стоит от этого героя избавиться. Да, Артем не хочет играть против Медузы. Рейтит этого героя очень сильно. То есть сам забирает чуть ли не на первый пик и отдавать не собирается. Он в этот раз, знаешь, почему забанил? Потому что ФП у Эмпайр, и он ее два раза пикал на закрывающую. То есть здесь он понимает то, что на дабл пик Медузу ты не хочешь брать, что тебя сразу же закроют каким-то сильным кором. Ну да, Землю банят у нас... Мы вчера вот смотрели... Нет, он же на дабл пик ее брал, по-моему. Нет, не на дабл пик. А, Медуз 15 был. ФП бис был. А Землю, кстати, против Гамбита все банят. То есть все-таки, видимо, я же и Мершин на ней много отыгрывал. Ну, Бисмансер хороший бан. Хороший, но самый обычный бан. Ну да. То есть из необычного, это Спирит, поскольку есть сильный игрок на этом герое. Ну, пока знаешь, кто остались для меня под вопросом? Тускар очень сильный. И кто-то его однозначно заберет. И еще Висп. То есть у нас... Он не очень сильный. Опять же, с ним можно в линии справиться, а дальше это просто герой. Да, да, да. Ты идею с котлом интересную подал. Вопрос только... В исполнении. А что он исполняет? Ну, только в исполнении. Блоннилайт кинул, когда он включил, и все. Ну, Виспа убрали, Виспа у нас тоже все команды банят. Ну, слушай, все равно Тускар, мне кажется, он сильный ромер. Вот еще. В чем его преимущество, в отличие от котла. Или что? Он может заромить просто три карты, ой, три лайна. Вот и тусик. А, показалось. Это тоже, скажем так... Появлялся он неожиданно как-то, да. Это тоже, да, животное из этой ледниковой эры. Про него и забыли на самом деле. Магнуса у нас вчера часто банили в одной игре. Там, я помню, он был ни в бане, ни в пике. И вот у нас подъехал Магнус. Ну, кстати, это... Хороший выбор, поскольку команда больше, скажем так, андердог, да? Да. Потому, скажем так, с Магнусом всегда можно перевернуть или там отфармить немного лишнего. Тем более для такого игрока, как Кумен, этот герой будет очень хорош. Под Джаггера, под Антимага это просто песня. Так, ну и тут Артемчик должен что-то сказать. Ну, еще Мортрет остается та же. Та же дурацкая Мортрет. Ну, да. Ну, кстати, Магнус сегодня так получилось. С утра вот как раз играл. За меня в пабе попался Вильхиор. Играл на четверке Магнусе. И в целом я вот сам уже как бы по этому поводу тоже думал и размышлял. То, что, ну, мне он сейчас больше как четверка нравится. Потому что ставить его как тройку не очень хорошо ты даешь фарм. Я не знаю, что Артем думает. Тут типа какой-то Рубик Акс или там Раст Акс. Что-то такое надо брать. Кентавр. Может быть, Кентавр Рубик или Кентавр СД. Да, Кентавр Рубик. Я не знаю. Ну, Кентавр не сильный против. Акс гораздо лучше. Идея в том, что Магнус накачивает какого-то одного героя. И этот герой Блэмэл себя убивает. Либо, скажем так, ты ауешно контринициируешь с прыжком в РП. Тоже хорошо. Ну, тут ты по-своему прав. Но так рано в первой стадии пикнуть Акса, его закроют каким-то сильным суппортом. И без шмоток. А ты все равно потом прыгнешь. Я так и думал. Видишь, вот почему Акс. Ну, Антимаг, я уже тоже пытаюсь доказать людям, что он намного сильнее, чем Пашка в этой связке. То есть против него намного сложнее играть. Потому что ему не нужен БФ. Он сразу собирает Владмир. Он уже боевой. И вот сейчас, да, вот этот Кентавр Рубик. Они, с одной стороны, вроде неплохие против Антимага, но... Но Акс Трубик был бы в 100 раз круче. Да, Акс Трубик был бы, кстати, что ты, Андрей, говорил вчера, что по рейту ПА или Антимаг, да, вот с этим вот Магнусом в команде, как раз Антимаг гораздо эффективнее. Ну да, но Антимаг сейчас вообще имба просто. То есть было время, Пашку постоянно вот так вот распикывали. То есть сейчас суть в том, что даже в папах Антимага многие ребята пикают достаточно рано, знаешь, чуть ли не на второй, на третьей пике. Этот Антимаг побеждает зачастую. Ладно, Андрей, а чем душите Антимага? Ну, ТБ они забанили. Я вижу, кстати, выход, как тут можно еще пик сделать. Знаешь, как ЛГД использовали где-то Кентавра с Суппортом. Если сделать, кстати, Кентавра с Суппортом еще, то можно выйти в Акса потенциально. Это все равно не суперконтра, он как бы неприятен, но Кентавр Суппорт это уже будет ослабление. Он далеко не так хорош, как прошлой Мете и Акс. И, скорее всего, будет играть от чего-то другого. То есть, скорее всего, от кого-то Кунаря. Подожди, кто у них в миде? Афоня. Афоня, да. Ну, смотри. У нас всех сыграет, ладно. Это Кунка для Афоня еще какая-то, это ОД, может быть, против антимага. А что, ОД хорош против антимага? Ну, он хорош, если у тебя есть контроль. Да, в моем понимании, ОД и по Минретову в целом он очень силен. То есть, мы сами отыграли против ЛГД. По пику тебе могу так сказать, что у нас там было два кора, были ТБ и ОД против антимага. Был контроль в виде Тускара, Никса. У нас такой плохой контроль. Ну, не самый лучший, но что было, потому что все остальные там были бани. Что было. Ну, тут какие варианты можно удушить антимага? Это тоже ДК Кунка с мида. Ну, да, ДК Кунка. Ну, там в зависимости от саппорта. Мне еще кажется, я, конечно, много не играл, но вот Шадоу Демон тоже против него может быть классный. Вот именно просто по игре его ловить, в яму кинул. Как тройка, или в целом там лимитовой даже. Как тройка, как Кентавр, Шадоу Демон. Ну, единственный минус, знаешь, что все-таки щит мешает и один какой-то спелл там даже где-то спрятать. Может не получиться. А если пак какой-то против антимага? Не-не-не, вообще плохой. Суперплохой. Ну, у меня была игра... Он даже на линии ему проиграешь. Да, на линии это понятно. Но сегодня, к примеру, у меня такая игра получилась, что у меня был пак в миде. Я был на аксе против антимага, и у меня пашка кэри была. Ну, типа, в целом получилось так, что антимагу было очень сложно играть. Пак ему мешает, действительно. Не, однако у них же был еще какой-то герой, кроме антимага. Еще какие-то два. Рубик медовой был и бейсмастер оффлейновый. Так себе. То есть бейсмастер, который ауру накачивает Рубика, уже плохо. Нага для Дахака. Нага для Дахака. Так. Этот герой хороший против антимага, да? Неплохой, но его редко можно увидеть. Честно, против нового, опять же, выглядит не очень хорошо. Но ты сетку на него не можешь бросить. Он монтой будет доджить, либо же третьим. Поэтому это неэффективно. Но так как у нас ТБ и Сларк в бане, больше опций логических и нету. Поэтому Нага это хорошая опция. Как минимум, Гамбит умеет с ней играть. И с диффузами Нага где-то под какой-то дизейбл просто обману сбернет антимагу. И что, значит, на ВСГе показывали Мипо и Дракон. Да, Мипо-Имба. Это вообще против антимага, Мипо это лучший герой. Но мало кто на Мипо умеет играть. Сейчас говорят, что гораздо проще играть на Мипо. Сейчас? Да, сейчас говорят гораздо проще. Ну, сильнее стал. Лайфсилл, в моем понимании, такой достаточно сильный баф для Мипо, что ему добавили. Ладно, сейчас должны саппорты открывать Team Empire. Причем саппорты лайновые довольно мощные должны быть. Вичдоктор. Не частый гость, слушай. Не совсем понятно, почему он видит Вичдоктор. Если там был Бестмастер, тогда понятно. Ну, то есть взяли Пичдоктора. Варенжевика хотели кого-то. То есть из такого кто мог быть? Вообще мне нравилось. А, Лич в бане. Это, ну, можно сказать, что Вичдоктор это очень нежадная пятерка. Прям супер нежадная. То есть ты можешь позволить себе жадную четверку даже. Вот единственная логика пика этого героя. Если я не вижу кого-то Бестмастера или героя там с умонами. Слушай, ну, мне кажется, что Магнус все-таки должен быть четверкой. Может быть, Магнус сейчас и четверка, поскольку слишком нежадный суппор взял. Вот, Тусик подъехал еще. Это у нас Рубик Мид получит, наверное. А, нет, подожди. Тусик может быть пятеркой, правильно? Да, непонятно пока что. Да, да. Не, ну, у них Лас Пик на Мид остался для Афони. Так, Артем может, в принципе, на всем сыграть. Ну, если сыграть на Тускаре, будет весело. Будет весело. У него сейчас есть Пингвин. Я как-то когда с ним играл, я у него все время говорил, да, не Пингвина. Ну, шмотка такая. А он, короче, все время жадничал. Может быть, он сейчас его и покажет. Ну, прямо сейчас для Empire, мне кажется, нужно пикать либо... Они сейчас покажут, кто из Магнус. Нет, не показали. ЛД. Лон Друид. Стоит тогда забанить против Лон Друида в миде какого-то сильного героя, типа... Ладно, тут много опций. Есть Кунка, который может достойно постоять. Есть Раззор, который может прям выиграть линию. Мы видели, что Кунка не справилась с темпом в прошлый раз. Вот мы это... Слушай, Кунка даже... Нет, Кунка не справляется с этим темпом в плане пушка, которую Лон Друид задает. Да, но Кунка в той игре отыграла очень хорошо. Знаешь, она заромила мапу и стояла 50 на 50. В целом матчап такой равный, более-менее. Ну, хорошо. А может ли это быть, как ты действительно говорил, что это будет у нас Магнус 4, и они просто пойдут в триплу, стоят с антимагом, а у нас просто на соло отправится на ласт пик какой-то герой? Пока непонятно... Ну, Драгон Кайнс выглядит все так же сильно. Хорошо стоит против Лон Друида, пушит ему вышку, нормальная против антимага. Магнус 4 здесь точно лучше, потому что как тройка он будет жадным. Им нужен какой-то более активный герой на тройку. Мне пока даже нравится, так как это Магнус, второго милишника брать не очень хочется. С другой стороны, у них тимфайт же отсутствует, Андрей. Тимфайт. Вообще нету тимфайта. Блин, там все герои с АОЕшкой с тимфайтом. Под тимфайт какой-то это разве что, знаешь, добрать какого-то Тайда, либо Бримастера из такого. То есть, блин, но с Магнусом мне нравится венга тройка, которую мы видели в исполнении ЕПГ. Ну, а что же они запровадят ей тимфайт? Ну да, тимфайта они запровадят. Что-то такое нужно брать. Нет, тимфайта еще отсутствовать будет. Кто-то должен драться сейчас. Гримстрок убрали. Да, Гримстрок, возможно, такой неплохой бан. Да, Артем понимает, что не хватает тимфайта. Ну, это Тайт, либо Брюл. Они против Наги достаточно хорошо могут взять. Против Рубика? Против Рубика, слушай, ну только против Рубика. Против остальных, мне кажется, против Наги тоже он хорошо работает. Но нужно банить реально, либо, боже, кто остался еще? Нет, много опций против Наги, да. Дракон, хороший Дракон, Кунка хороший. Те же Драконы и Кунка очень хороши. Ну да. Либо герой, который пойдет, ну, Дракона убирают. Ну, Гамбит играли вчера, Афония на ДК играл, поэтому... Хускар может быть тут побежать и казнить просто. Единственное, знаешь, чем я вижу, минус... Нет, да, Хускар темп очень такой задать может серьезный. И это будет Тини. Ну, вот, герой, который будет примерно как-то пытаться драться, выигрывать время антимагу. Это вчера был иммершн, у нас... А, это у нас Эмпайр Хоуп. Слушай, непонятно, это Тини тройка или четверка. Тут логичнее делать Тини тройку, а Магнуса четверку. Ну да, мне кажется, что от Магнуса здесь достаточно баф, а на Тини очень хорошо здесь иметь много айтемов. На Тини, да, надо время выиграть, это правда. Какого мидера возьмут? Ну-ка. Ну, Хусик, мне кажется, все-таки... Ты знаешь, Хусик? Да. Нет, Кунка тоже, Афоня на Кунке любит играть, хорошо играет. Вот Хускар... Это все еще может быть Рубик Мид? Есть вот Дэй еще. Это все еще может быть Рубик Мид? Может быть. И это? Мирана. Мирана. Под нагу добрали, и вообще в целом много сетапа у них. Вот этого героя я вообще не ожидал, честно говоря? Афоня на нем крут... На Миране, кстати, круто играет. В предыдущих патчах это такой один из его прям сигнатурных персонажей. Ну, герой не сильный сам по себе. Сам по себе, да. Прям вообще не сильный. Интересные, интересные драфты. Такие необычные после вчерашних бестмастеров на ФП постоянно. Ну, слава богу, что-то будет разнообразное. На кого поставить и кому отдать предпочтение по этим драфтам? Мне сложно что-то говорить. Тут нету, скажем, каких-то, знаете, явных провалов. Ну, только, опять же, у Эмпайра немножко не хватает тимфайта, мне кажется. Да. Ну, у Эмпайра, единственное, есть очень имбовая связка, это Магнус с Антимаг. И мне кажется, что у них шансов выиграть игру больше. Интересно, что как раз-таки по коэффициентам, потому как драфты действительно получились очень интересными. Почему-то они показаны. А вот, кстати, коэффициенты показывают, что примерно равны. Ну, ты бы на кого поставил? Я бы, наверное, на Эмпайр. На Эмпайр. Магнус, залежка, конечно. Ты на коэффициент просто лучше. Ну что ж, да, друзья, мы напомним, что специально к турниру наши партнеры из ES.bet подготовили страховку для всех ваших ставок на vplay Winter Madness. Ссылка находится под стримом. Регистрируйтесь прямо сейчас. А мы будем передавать слово комментаторам, которые как раз-таки и разберут и покажут вам эту игру. Каспер, Фоливер, слово вам. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Фоливер и Каспер с вами. И мы начинаем смотреть первую игру второго уже дня. Winter Madness въехала? Да, я в предвкушении, потому что вчера игры не задались. Сегодня наверняка будет чуточку поинтереснее ситуация. Нет. И честно, я удивлен, наверное, коэффициентами, потому что две эти команды для меня немного в разных весовых категориях находятся. Если честно, я больше предпочтения отдаю Гамбитам. Плюс я очень запамятовал, как они до этого играли с Нагой Сиреной. Хотя, честно говоря, ну вот с переменным успехом я просто помню очень затяжные игры, в которых это становилось для них проблемой. И у них не хватало пуш-потенциала и не было возможности игру закончить. Но этот пик, этот пик, господи. Я просто пришел, я такой сижу, знаешь, на расслабоне туда-сюда, поворачиваю в сторону экрана лицо, а там Магнус Антимаг. Как первый, второй. И я сразу, что? Как это вообще получилось? Во-первых, ну как так? Просто отдают этого Магнуса. Магнус имба имбовая. Надеюсь, эта игра нам все подтвердит. И, в общем-то, да, второй день вроде бы как должен быть чуть поинтереснее. Хотя, не знаю, с чем связана подобная у нас с тобой логика. Но, допустим. Но драфт. Драфт тушит всю интригу. Это для меня вот так все происходит. Да, но с другой стороны, опять же, если вернуться к Наге Сирене, может быть расчет на то, что порой в некоторых моментах она своим сном будет помогать спасать тиммейтов от все того же РП и подобных попыток нападения в исполнении Империи. Вот просто с другой стороны, раз она фармит, да, то в какой-то степени обходится без нее, без ее участия. Ну, половину, наверное, добру игры. Хотя хотелось бы, конечно, быть неправым на этот счет. Но сами по себе герои Империи, они немного как-то вот... Ну, я понимаю, что сочетаются антимакс с Магнусом, не вопрос. Но Тиневич, Доктор, Лондруид, как было ранее сказано, не совсем похожи на Тимфайт. То есть где этот потенциал? Извини, что немного не по теме. Мне показалось ли 4 руны богатства только что забрали имперцы? Ну, почти. Почти, очень близко. Очень-очень близки они были. Три, три в итоге им достается. Я просто смотрю, там антимак перекликал Кентавра, там еще, там Вич Доктор какой-то прокрался незаметно, подтырил рунку. Ну и вот, начинается у нас уже первое противостояние Тинни и без того имеющий колоссальный урон на старте. Плюс еще под импауэром с деревом. Как это против этого стоять вообще на первом уровне? Вот как на первых, там, не знаю, пяти? Да, плюс оба героя, на самом деле, силовики с довольно таким массивным хппо. То есть как с ними справляться не совсем понятно, даже несмотря на Тускар, наличие вот актима, все равно задача будет не из простых. Интересно, что Дахак находится в миде, то есть сейчас противостоит ландроиду. Мы посмотрим чуточку позже, естественно, на крипстат и хоть какое-то понятие будем иметь о том, кому вообще удобнее сейчас. И не знаю, ну тут у меня тоже каких-то ожиданий особых нет. Оба героя фармить вполне долго могут и не особо привыкли к тому, чтобы они ретировались, если только там Нага влез, ландроид влез. А помощи на особо других линиях ждать не приходится. Но, думаю, что потенциал ландроида в плане там сноса вышки во время отсутствия Наги чуточку повыше будет. По идее, да. Ну, в итоге, как обычно, у нас там центральная линия получается вот с каждым днем все больше и больше очень-очень пассивные персонажи. Они там стоят, занимаются пушем башен. А вот на флангах, по идее, должен быть экшен. И вот сейчас мы этот экшен начинаем наблюдать, потому что Мадан умирает, умирает сразу же. И, да, вроде бы жир, вроде бы мех, но не помогает это против Миранки и тусика под тег-тим, естественно. Да, ну, плюс просто в том, что Миран рейндж-герой, постоянно может размениваться по хп, ей толком ничего сделать не получается, если только тяни своими деревьями. Ну, там заряда фиксированных количества 5 штук, да, плюс колдаун не самый такой вот быстрый. Особо ты не поспамишь, пару ударов сделал, дальше Тангусом Мирана все это себе отрегенило и в одностороннем порядке может продолжать свою уже адресию. Ну, по-хорошему, по-хорошему, обоим этим персонажам, я имею в виду Вилхеру с Маданом, стоит просто принести себе максимальное количество регена и постоянно терпеть этот хора со стороны Миранки. Да, она наносит урон, но у вас там два стаутшилда, вы стоите, впитываете урон, регенитесь, фармите и вот таким образом, да, пытаетесь, пытаетесь жить. На вас нападают, вы уже там при помощи прокастов как-то отвечаете. Сами эти там пока нападать еще не могут, пожалуй. Тут огромная пачка крипов сейчас идет к Нагосирене. Кстати, у антимага, я смотрю, дела идут тоже великолепно, 14 на 1, лучший крипстат на карте, так-то? Да, и трудно ему сейчас мешать, хотя, в принципе, задумка понятна игроков сверху, то есть Рубик, который может под контроль героя подкинуть его под кентавра, тот дастан, даблэдж. Но, опять же, с контрспеллом антимага не всегда получается, наверное, может быть, все четко исполнить, или же где-то тот самый телекинезис просто сыграет за шутку самим Рубиком. Я думаю, что по ходу игры мы часто будем на это обращать внимание. А вообще сразу обратил внимание на то, что 4 варда прямо вот были расположены на карте со старта игры, то есть по 2 от обеих сторон, контролируют свои подходы к лесу. В лес там клифф, да, чтобы не было каких-то неожиданностей, тот же топ. Кентавр с Рубиком уже сами по себе не слишком-то приятные, имеют потенциал для убийства, а тут еще и возможность сделать ТП от саппорта, у которого там время освободилось. Но вот вард на клиффе помогает этого избежать. Да, да, да. Причем мне нравится выбор Вич-доктора именно в плане защиты. Обычно мы привыкли видеть последнее время Вич-докторов нападающих, которые через Маледикт касочки играют и сами пытаются убивать. Но здесь, во-первых, у тебя на линии антимаг, с которым ты особо не поубиваешь. Во-вторых, против тебя реально убийственная комбо уже, как ты сказал, и лечение объективно лучше смотрится. Да, вот он уже АМ-4 уровня, второй у него монобрейк и по единичке во вторую-третью кнопочку себе навложил. Ничего необычного. Да, вот мы видим, Блэк Архангел просто нажимает лечение, ходит, восстанавливает здоровье Куману. Куман пока там выфармливает первые свои рейсбенды, колечки и все остальные прочие прелести. Да, очень на это похоже. Магнус и Тиния, впрочем, до сих пор на этой линии находятся. Правда, больше попыток здесь делать фраги не было, наверное, из-за исполнения гамбит, просто потому что Тускар немного другими делами занимается. Вот отводами, к примеру, сейчас можно заметить, это свой Сентрик поставлен был, проверить, не заблочен ли спаун. То есть вполне тоже обыденное такое действие. Ну и сейчас, честно, вот очень все складывается пассивно, никто не агрессирует, в принципе, всех все устраивает, все фармят, все своего добиваются. В итоге, да, в итоге, вот так, погоди, сейчас вот Блэк Архангел, ух ты, господи, удар просто бешеный какой-то от Кентавра. Ну там, да, там 130 атаки с руки, сейчас еще антимагу, кстати, очень серьезно достанется. Так вот, и при такой ультрапассивности, естественно, вперед выходят герои, у которых там лучшая анимация атаки, лучший показатель урона там, да, выше, и все в этом духе. И поэтому мы видим, что у Наги где-то идет недофарм, небольшое, небольшое совершенно относительно медведя. Да, вот отличная ситуация, с Кивером два героя удается отвезти их немножечко сейчас с Магнуса, правда, получается при этом ли забрать руну баунти, да, причем Боттл кладет и Магнус сейчас. Ну что, шанс ли есть забрать ФНГ, да, судя по всему, Тос и фраг забирает Вильхиора. Да, причем самого Вильхиора не забрать, и теперь уже Афонин, на Афонина нападают, есть у него еще два липа, да, и он одним спасается. Ну вот, кстати, новый Эволанч Тинника, он и позволяет Миранке спокойно выпрыгивать. Ну, не совсем спокойно, ну, не с небольшим инфарктом, но выпрыгивать, тем не менее. Да, но все равно, вот, в какой-то степени даже нравится, что его переделали, в принципе, вчера я об этом уже говорил. Ну, лучше, да, где-то лучше, где-то хуже, но вот лучше для героев, которые все-таки могут нажать какую-то кнопку. Можно нажать БКБ, можно, там, не знаю, Монта Стайла какие-то поклацать, еще что-то, и попытаться избежать этой лихой участи. И Медведь, Медведь уже третий РСБН себе докупил. Да, была интересная ситуация, корни прошли, сразу же была попытка, в принципе, удачная от Наги диспелла их своей способностью, и после чего был очень битый Медведь, я так понял, что его даже Кодус перевызвал, потому что где-то был шанс его потерять, отдать деньги, ну вот, хотя Наги вроде рядом не было. Сноубол от Ускара на центре нападения на Кодуса, правда, не совсем уверен, что здесь все, хотя Рубик тоже подтягивается, есть Тактим, есть Фейтболт, в ответ на Севеджуор потрачен был. О, хороший Севеджуор, Нага подошла и в итоге подставилась, а тут уже Тинни с Эволенчем по двоим, и Мершин получает ветку и отлетает. Кодус, кстати, выживет, да, он еще прикрывается Михаилом. Да, плюс еще корни прошли, что Рубику, естественно, немножечко настроение подпортило. Видим, второй фраг в исполнении Вильхера также умирает ФНГ. Да, там качественно Магнус попал Шуквейвом, подтянул немножечко к себе, тут еще и Дахака, кстати, могут подтянуть, да, отбрасывают его на самого дальнего крипа, Дахака вновь подтягивает. Да, жирно, это Нага, много брони у нее, и только за счет этого, пожалуй, Дахак выживает. А 14, там плюс 2 под башенкой, нет, корни не работают, не хотят работать по этому герою конкретно, есть еще Каски, Мершин, просто лютая оборона сейчас идет от Гамбит. Да, в Дине очень много работы, на самом деле, проделал, это уже, я не знаю, 3-4 по счету Айлонич, который он здесь успевает выписать. Очень много героев со стороны Империи обратило внимание на центр, решило поучаствовать в этом сражении, поддержать свою команду, да. Но Антимага все в порядке, поэтому почему бы и нет, правда, нижнюю линию оставили, Афонин старается с вышкой разобраться, вряд ли получится прямо сейчас сделать это, возвращается Вильхеру с Маденом. Ну, вообще, Афонин неплохое количество урона унес по этой башне, ну, учитывая вообще, какой у него персонаж, какая ситуация была на этой линии изначально, но, опять же, в глаза бросается в первую очередь Антимаг. Антимаг, который сейчас первым крем-статом, у которого еще есть Магнус в комбинации, с которым они еще не взаимодействовали. И вот как только начнется первая беготня, они начнут там где-то пересекаться, встречаться время от времени, опа, а вот тебе и телекинез как раз в Spell Shield, который Counter-Spell называется нынче. Но Антимагу здесь вполне комфортно стоять, опять же, у него есть защита от магии, пусть и не слишком огромный резист пока только первого уровня, тем не менее этого хватает, и подобные вот попытки нападения можно спокойно отбивать в одиночку, не просить какой-либо поддержки и не беспокоиться целым за своего Антимага. Хотя в Race Band ботинок, стики, что у него там еще в наличии есть? Пока больше ничего не вижу, но Курьер, кажется, к нему направляется, может быть, ПТ закончит. И, не знаю, нет причин переживать. Но, опять же, лично мое впечатление о том, что Антимаг Магнус с андруидом Тинни Вичдоктором смотрится как-то поприятнее вот тех героев, которые есть слева. Я уже говорил, вроде салаты на Наге появляются, но есть недостаток по урону. Да, противно, что можно поймать, в принципе, героя сеткой, лишить его мана, невероятно просто появится диффуза, что будет упрощать задачу там с мантостайлом после по итогу, как это обычно выглядит. Но вот будет ли удаваться этих героев так долго держать на месте? Или все-таки будут игроки Империи очень удачно отбиваться от подобных моментов? Да, ну вот и поглядим сейчас. Пока у нас снизу уже три героя у Гамбит. Пытаются они оказать сопротивление Тиннику с Магнусом. Тут же Вильхиор с чудовищным прокастом сдувает ФНГ. А это, между прочим, самый жирный герой на данной линии. Окажусь на месте Тусика, не знаю, Рубик или Афонин. Тьфу-тьфу-тьфу, но можно было очень сильно получить. Да, и рейндропы тоже постоянно заканчиваются. Для Мадена не так уж и сложно постоянно эти шоковы забрасывать. Честно, меня немного расстраивает, пока игра Тускара. То есть он здесь не выглядит, как вот тот элемент, который какой-то движ наводит, который помогает. Я просто вижу, как каждый раз ФНГ, к сожалению, умирает. Оказывается, где-то в неудачных моментах противников больше. Он один сделать ничего не получается. А ему тяжело. Проблема в том, что тут снизу находятся два жирнича, которых тяжело убивать. Даже вот под комбатом с какой-то Миранкой. При этом там Тинни еще с Тосом Эвелочем. Еще на развороте можно очень сильно получить. В центре стоит медведь с вейджером, на которого не вкатишься. Он сразу нажимает одну кнопку, вы все убегаете. И сверху стоит антимаг с Вичдоктором. Тоже, в принципе, ну, наверное, самая уязвимая линия, если так посмотреть. И то только за счет Вичдоктора, конечно, не за счет антимага. И Тусик реально бегает, и вот как Траволт из гифки. Типа, что? Куда? Где? Зачем идти? О, Куман там чуть в ад не прыгнул. Да, сейчас сноубол под вышку. Правда, Counter Spell нажат был. Антимаг успешно нажимает этот самый... Я что-то даже не понял, что произошло. Ну, это да, это знаменитая эта фича со сноуболом. Ты просто видишь, что в тебя вкатываются, нажимаешь и тоже сворачиваешься клубочком. Так, нижняя линия, нападение на Рубика, под вышкой, ТОС и отправляется Эммершн. Наверное. Вот, честно, ну, фраг, подумаешь, убили саппорта, это норма. Я хотел немного про другое поговорить. Вот если, скажем так, в ФНГ я не увидел потенциала нахождения с Эмираной после там первого фрага, буквально Тускар, это почему не попробовать было уйти на топ, может быть, даже поменяться с Рубиком местами и просто с помощью Кентавра через этот сноубол нападать на бедолагу Вич-Доктора, забирать его, делать фраги таким образом. Вот, как вариант, это и правда смотрелось неплохо. Возможно, посчитали, что Рубик станет совсем бесполезным снизу, но, не знаю, в принципе, в два ствола там можно было пострелять из своих пушек. Да, мне просто единственное оправдание здесь вот удачным кажется, это то, что просто Рубик, ну, очень уязвим. Да, и если его Тинни, в принципе, даже с раз каста забрать, может в одиночку, в отличие от Ускара, который сноуболом время выиграть, может дорогу закрыть, шардами может, то есть хотя бы в этом. То есть выбрали такой более пассивный путь, где с нашей стороны потерь нет, мы просто не отдаем лишнее золото. Но при этом вы играете против Магнуса с антимагом, пассивный путь. Алло, ребята, что, как вообще можно победить этих пацанов? Не знаю, не знаю, как будут дальше бороться, потому что АМ без помощи, я еще раз повторяю, без какой-либо помощи посторонний уже идет на первом месте. Дальше будет хуже. Но мы видим, что не останавливается пока что Гамбит, они забирают уже Т2 сверху, это важный момент, это важный стратегический макро-супер-пупер момент. Ну, немножко очимили Мэдена. Да, вышку они забрали, это правильно, потому что им нужно сейчас как-то карту подминать под себя, захватывать территориальный контроль. Вижена у них очень много, если честно, как раз в левой части карты, где большая часть крипов сосредоточена. И они понимают, что если здесь никого нет, то либо мы чекаем свой лес, либо, в принципе, у нас сейчас огромные проблемы нету, и мы дальше идем, топаем, сносим вышки. То есть рассчитывать на то, что антимаг сейчас подключится, наверное, не стоит пока, поэтому пользуюсь моментом, где нас больше, где мы, опять же, с нагой можем поймать удачный момент, зафиксировать героев на месте, на них напасть удачно все это сейчас провернуть. Под кентавра там с хорошей позиции, с таном по двоим. Это минимум. Все вот в подобном ключе должно примерно быть. Нам пока, да, напоминали о партнере ESB о том, что кэфы, вот я вспоминаю, были очень ровные, там 1.9 на 1.85. Ровнее практически не придумать. И все же, глядя на драфт, ты такой, ага, знаешь, где там, где там, однокомнатный, однокомнатная коробка из-под холодильника, в которой я живу, надо бы ее поставить. Да, и выиграть, возможно, пентхаус Dimension. Двухкомнатную коробку от холодильника. А, ну или так, можно и так. Ну там так работает, да, что ставишь, то и получаешь. Да, ну если это только не какие-то экзотические ситуации, когда вот уже веры вроде бы нет, но чудеса происходят, это же все-таки преддверие Нового года. Так, ну что, игра пока ровная. Очень мы 7 фрагов лицезрели за 12 минут. Это не бойня, скажем так. И разница пока в золоте составляет, ну, опять же, в районе погрешности цифру, на что опираться не стоит. Бойня начнется минут через 10, полагаю, когда у Айма будет уже на плюс один слот относительно всех остальных, когда уже Медведь тоже будет запакован. Вот мы говорим постоянно, я говорю постоянно про антимага, о том, что все это ГГ можно наливать, но проблема в том, что еще Медведь есть. Медведь тоже очень силен. И в дальней форме, и в ближней форме он будет помогать башни ломать очень круто. При этом еще имеется Вич-доктор, который будет всех прикрывать лечением, да, и не позволять каким-то отспамом отбрасываться. А тут посмотришь на отспама, что тут есть? Шарды, да, фейтбол. Так, Блэк Архангел сейчас себя бы спасти от отспама. Нет, ничем он себя не спасет. Да, минус идет от команды Гамбит. И крадет, крадет сейчас лечение Рубик. Я вот что вспомнил, Нага, Сирена, я только что глянул на нее, вижу Яшу, Три Врейсбен, да, план купить травола. И вот я помню, что тоже были Гамбит, я смотрел какой-то матч, где была чудеснейшая такая вот эпическая погоня за Дахаком, в которой он по итогу выжил, именно благодаря тому, что его просто не могли догнать. И у него в один момент просто удачно откатился сон, который он использовал, и таким образом спас свою жизнь. Очень здорово было бы увидеть что-то похожее у него здесь. Оттронул по опыту в конце или нет? Нет, в той карте конкретно все было здорово. Это просто очень важно. В этой, скорее всего, упадет. Поэтому, ну, не знаю, не уверен. Я очень категоричен, извините. Нет, я не против, но не знаю, вот, может быть, может быть. Все-таки этот план четко продуман. Опять же, есть сон, есть стрела. Говорили ранее, что вот Мирана бралась неспроста. Можно, конечно, под стан Кентавра, когда у него даггер появится, если у него еще его нету. Под сетку Наги, ну и опять же, если антимагу даться поймать. Ну, сон самый вот такой надежный вариант, где можно стрелу запулить после и попробовать с ним разобраться быстрее всего. Под Мирану реально много здесь всего. Сетка, Телькинез, даже оглушение Кентавра самого подойдет неплохо. Есть смоу, поймали Мадена. Не знаю, будет тратить? Нет, не будет. А, у него вообще никого не было рядом, кроме антимага, впрочем. Ну, ладно, РП, да, того не стоило определенно. Хорошо. Забрали Магнуса. Великолепно. Дальше что? Дальше расходимся и фармим? Нет. Да, невидимость. Ну, мне кажется, Медведя Маландруид уже зацепил двух героев. Ставит Центрик, а здесь не оказывается Герой в каске. Дезвар даже был потрачен. Оказывается, рядом Маландруид отличный. Обратно по Центрик загнал. Очень круто. Да, приятно получилось. Очень круто вышло. Ну, и вот таким образом, вроде потрачен ульт, вроде намекали гамбиты на то, что хотят продолжения. Одного фрага им явно мало. Но получилось так, что потеряли своего саппорта. Ну, хотели продолжения, получили продолжения. Да, я вижу антимаг, который находится вообще в противоположной части карты, максимально на безопасном расстоянии от вражеских героев. Но у него ПТ, Яша, он сразу собирает Манта Стайл. Видимо, он уже готов. Сейчас к нему летит ультимейтроп, и только после этого он будет брать Бэтл Фури. Я полагаю, что он очень не хочет сталкиваться с сеткой Наги Сирены как минимум. Да, да, да. Это реально очень круто позволяет убегать из-под сетки, потому что при виде Рубика ты нажимаешь там контр-спел, у тебя есть секунда для того, чтобы отпрыгнуть. Там Рубик, ну, он же не глупый, не должен нажимать кнопки. А от всего остального, да, можно уворачиваться уже Манта Стайлами. Честно, я впечатлен, потому что, ну, часто порой бывает такое, что ты вроде как можешь купить быстрый Бэтл Фури, но проблема в том, что противник снес тебе не одну вышку. Да, у противника есть Вижен на карте. И даже с этим Бэтл Фури тебя просто будут банально дальше ловить, и оно не приносит пользы, потому что ты не живешь, ты не фармишь, ты в страхе постоянно. Ну, а здесь у тебя Магнус, здесь у тебя Магнус, здесь у тебя бесплатный БФ, по сути. При этом у тебя сразу возможность купить Манта Стайл для той самой живучести, ты более безопасно сплит пушишь, и точно так же докупаешь БФ, по сути, позволяя Магнусу не постоянно бегать за тобой хвостиком, или наоборот, а уже будучи более самостоятельным товарищем. Ну, вот, сломали башню еще одну. Хорошо, пока что у Хоуп остается две еще вышки тир-2 в центре и снизу, мы видим. Ну, сами они никуда не торопятся, торопиться, по большому счету, некуда. Да, тут скорее просто обратить внимание бы на героев, ну, то есть Кентавер с ВГ плюс Даггером, других бы еще посмотреть. В принципе, общий, да? Весть в варту Тусика, держу в курсе. А, да, вижу, много очень, Мейл Шторм на Миране, Тривер из БНД и ПТ, плюс Смоук в исполнении Гамбитов, желание их сейчас, вот, кстати, под Абсервером было сделано ТП, но это всего лишь саппорт, на которого не хотелось бы тратить сейчас ресурсы, но с другой стороны три героя находятся неподалеку, падает Смоук, ВД, кажется, зацепил Кентавера. Да, попинговали сразу же, сразу же попинговали, видимо, где-то кончиком зацепили, тут Маден, и есть столкновение с Медведем. Слушай, Акодес это догоняет. Каска полетела, каска качественная, но нет, она улетает в нейтралов. Какая досада. Антимакс ультимейтен. Да, он дерется, он пытается забрать иммершина, а иммершина убить не получилось, дали идти не на месте, засыпал Рубика, два в два. И вот эта ситуация, где Нага нажимается он просто, чтобы свою жизнь спасти и разойтись. Хотя не сказать, что потеря двух героев, двух героев, плюс Кора потеряли Эмпайр, в отличие от Гамбитов, которые только двух саппортов потеряли. Но эта драка ничего сейчас, по ровным счетам, не решает, и никому никаких бонусов не дает. Антимакс себе фармить продолжат. Мирана с Нагой, впрочем, делать будут что-то аналогичное. Единственное, что знают, Эмпайр нету сна. Может быть, это шанс забрать Т2 снизу? Да, вот они как раз возле этой Т2 кучкуются. Сейчас это может быть неплохим решением. У Магнуса по-прежнему истерпе. Вот, сейчас самое время было поражать. Сейчас Эвлендж, Тосс, бах, бах, бах. Как же много урона вливает и Антимак, и остальные более серьезные колдуны на данном этапе. Эммершины тоже срезают спокойно, три убийства делают. Ну вот, знали же, что есть реверс-полярити. При этом подставляются под Магнуса и платят со своей жизнью. Причем, помимо этой башни, которую, очевидно, и так Империя шла забирать, подарили еще три лишних фрага. Да, абсолютно верно. Плюс, сперва показался, Антимак сделал буквально один удар. Да, так знаешь, рядом в нужном месте оказался в нужное время. Второй, как раз первый фраг получил. А дальше просто прыгнул за Робиком, уже имея Мантастелл, с легкостью с ним разобрался. Плюс, вот, обращаю внимание на Магнуса, который чисто по аналогии с Бистмастером у меня, вот, какие-то ощущения вызывает. Такой просто бегает, аурами бустит. Ну, вот, не аурой, да, в данном случае, пауэр. Скреактивный скилл. Но вешает на Антимага, и все, Антимак находится рядом, все здорово. Для того, чтобы ты не был совсем неправ, он себе еще Владмир там купил. Ну, да, да. Так что он прям, прям, действительно, аурами начинает дышать. Да, я вот, видимо, у меня главная мысль была, но я просто до нее не дошел. Это интересно очень в арт, и сразу же с Энтриком находит его. БФчик. БФчик нарисовался. 19 минут Манта Стайл и Баттл Фьюри в комбинации еще там с ПТ-хами, Рейсбендами и прочими делами. Вроде бы неплохо. Да, то есть никакой разницы, что сразу бы появился Баттл Фьюри, что после. Да, и видим, уже преимущество есть. Небольшое за Империей, 4000. Говорю, небольшое, потому что, правда, пока это тоже не критично. Хотя, вот, попытка от Антимага напасть, уточни, уточни, нажатый контур спелл. Два фрага делают. Кума, набивая Маршина плюс ФНГ. Что делать дальше? Т-2 наверняка, хотя нет, на топе еще стоит Т-1, с которым его андроид расправляется. Когда я говорил про 10 минут, про то, что начнется жара через 10 минут, было 12.00. Сейчас вот как раз то самое время подступает, когда Антимаг, как и предполагалось, имеет на один артефакт больше, чем любые там его противники. И он задает уже динамику. Он и Магнус. Магнус в момент его там перезарядки, реверсполярити становится нереально сильным, и все его боятся, все пытаются убежать. Причем сейчас сила настолько велика у Хоуп, что они, по сути, могут ловить просто Нага-сирену через это РП. Ты просто видишь Нагу, просто ее поляризируешь и привозишь к Антимагу на растерзание. Вся история. А никто другой тебе ничего не сделает. Да, да, я бы вообще сейчас поставил цель перед собой вышки всей вот внешней снести, а дальше пускать вперед Антимага, пусть он пытается на себя привлечь внимание врагов. Да, и если вдруг удачная ситуация, где Антимага попытается все-таки зацепить, дать как раз то самое РП. Но я думаю, что гамбиты немного по-другому будут поступать. Они, возможно, даже попробуют в смолке выйти даже в спину, выйдя с своего хайграунда, чтобы со сном попробовать нормально подраться. Ну вот, потому что если это будет прямолинейно лоб в лоб, я боюсь, что успехов у гамбитов не будет. Что ж, а Фонина поймали. Да, Фонин шел, видимо, где-то с Вардиками. Или нет, с Вардиками там был Блэк Архангел, находит в итоге пока только Кентавра. Да, ФНГ тоже неподалеку бегает от Магнуса. Есть Медведь на месте. Хорошо, Мершина подбросили. Очень много здоровья уже потеряло несколько героев гамбит, поэтому они и делают, что отступают. Но тут же Ти не засыпает вместе с Куманом. Там очень быстрые два персонажа, которые в комбинации вытирают любого из гамбит. Ну это сейчас красная кнопка для Империи, в плане того, что они опять подрались, они потеряли одного саппорта, они убили вражеского саппорта, они толком ничего сами не потратили и знают, что нету снау Наги. То есть это дорога на хайграунд, которая, впрочем, должна быть открыт. Там Пид, я также слышал, что Кентавр тратил. Да-да-да, в ответку, конечно, пошло РП, но, с другой стороны, Антимаг, что у него ручкой никто не отобрал. Он себе спокойно под импауэром у него 322 урона. Да, и он ломает башню. Быстро сосчитал. Так, Кентавра прыжок, стант по двоим. Ну а что дальше? Антимаг понимает, что времени смысла даже нет тратить на Кентавра, или все-таки попробует. Да, прогнал Мирану, ставил потратить ее лип. Опять же, сноубол, контурспел вовремя нажатый позволяет вот такие вот чудеса проворачивать. Парус панч, ФНГ решает потратить блинк от Антимага. Ультимейт, очень много урона получают герои, которые находятся рядом, но фрагов пока сделано не было. Загоняет Мирану с Агонином на фонтан, теряет также ФНГ, игроки гамбиты, теряет верхнюю сторону по совместительству. Да, причем убивать героев здесь совсем не обязательно. Главная задача их было просто выгнать куда-то под фонтан, посидеть там 10-15 секунд, заставить, и все. И это позволит сломать казарму. Так и получилось. Да, бараки уничтожены. 9к уже на стороне Empire Hope. Вот и конечное. Это Антимаг плюс Магнус, господа. Да, они так и работают. Вы первых 10-15 минут думаете, что все неплохо, что вы идете ноздрям-ноздрю, что да, мы этого Антимага еще с мехом внутрь вывернем. Нет, не вывернете. Тут уже бабочка. Это, оказывается, плохо. То есть надо опережать, наоборот, на довольно значимую сумму подобный драфт, если вы хотите что-нибудь ему противопоставить. Да, нужно постоянно душить, нужно заставлять Магнуса покупать блинк как можно позже. А мы видим, что у Магнуса в этой игре, ну вот, да, вроде бы блинк там на 23-й минуте, но из-за того, что Нага ближнего боя, Кентавр тусик ближнего боя, для Магнуса нет особой большой проблемы кого-то засосать в реверс-полярте, а было время, что к нему просто герои пачками приходили. Бэй плюс, опять, удачное начало не заставляет его тратить деньги на даггер, который ему один удачный момент позволит повернуть за долгий срок времени, чем купить тот же Владимир на команду под командные действия, под пуш. То есть это просто более целесообразная покупка. Да, и вот уже 11 тысяч, и эта цифра наверняка будет далее расти и расти, ну и плюс нужно было просто разочек глянуть на графики Нетворса до этого момента, чтобы подумать, так, лондруид, антимаг, топовые Нетворсы, их никто не трогает, что-то здесь нечисто. Да, никогда такого не было. Да, ну вот опять. 18 тысяч. То есть 6к, да, ладно, 5500, 5500 разницы между антимагом и нага-сиреной. Ну, пока только каким-то бегствием могут спасаться гамбиты от этих нападений. Ну, пытаться сплитпушить, да, это, в принципе, все, на что способны гамбиты сейчас. Там типчики пошли от кума на Дахаку, ну, неплохо-неплохо катаешь, братишка. Скорее такая затролка в пони того, что ну нагу-сирену здесь вы вот... Вроде бы и взяли, а вроде бы, ну, и чё. Вот, серьёзно. Ну, если честно, опять же, всё это очень поздно, наверное, выговариваю. Я ожидал от наги-сирены, даже не от наги-сирены, от драфта с нагой-сирены, нет героев, которые также имеют какие-то более глобальные уезд-способности. Какой-нибудь Джекирос с Макропира и Спатом, чтобы это всё можно было комбинить. Ну, вот Джекирос мог бы помочь ещё там где-то на линии подушить, но это всё, опять же, теория. На практике мы увидим, что это в итоге вытекло в абсолютную пассивность. Тим Тавра, неплохой прыжок. Два героя, да, додж, антимага. Прыжок от Тини, минус Рубик, есть байбэк, сразу же трата, ты можешь на обратную игру возвращаться, но падает сторона, и что с этим делать, пока вот нету чёткого плана? Хорошо, сон. Отлично, заходит Кентавр, сейчас будет по-троим, смотри. Нет, пока не нажимает старая кулач. Так, но стрела, кажется, по Куману была затаймлена, но Магнус РП отличная, по-троимый антимаг начинает просто отрывать лица бедолаги. Афонин успевает спастись, правда, он, кажется, под Маледиктом, и деваться ему уже некуда. Там трое или четверо под Маледиктом, вот тут всё, что попало в РП, всё угодило в Маледикт, и после этого мы увидели, как здоровье заканчивается. ГГ, 25 минут суммарно, Эмпайр, Хоу, поддержали победу. Но тут, честно, после первых двух пиков у меня сомнений практически не возникало. Ну, дота сейчас такая, что Магнус плюс антимаг слишком сильно. У вас должно быть что-то, как минимум, такое же дисбалансное, имбовое, что сможет с ними конкурировать.